Делаю скорость 250 км в час. Сейчас у меня качество вообще никакующее. Но я лечу стремительно вперед зато. Если был бы сильный ветер, я бы этот ветер прошивал. И сейчас у меня в энергии запасено огромное количество высоты. Я сейчас низко, но на самом деле я высоко с энергетической точки зрения. Главное не зацепиться за дерево летающей камерой. Как оно там интересно отрабатывает. Сейчас можно было бы уже лететь медленнее, но я хочу просто показать вам реально красивый пролет по ущелью. А потом я взмою вверх. А сейчас, видите, да, я прям по рельефу, как ущелье опускается, так и я опускаюсь. Очень может быть страшно это, но зато как красиво. Женя, ты как? Терпимо на грани. Огонь! Тут кто-то рядом. Видишь планер? Нет. Выше, 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 выше. Я взял ручку. Смотри. Видишь, как она орет, как непосредственно угроза. А у него мигает, на носу установлен такая мигалочка установлена. Конечно, это очень сильно нам помогает видеть другие планера. Прощаемся мы с нашим озером, потому что решили пойти по маршруту. Наша цель сейчас, откуда крыло показывает, пересечь долину и уйти в зону паркура, слетать на озеро. В общем, у Жени будет куча развлечений. И туда мы пойдем на определенной скорости. Сейчас скорость на переходе. Мы будем использовать 150 км в час. И вы спросите, а почему 150? Дело в том, что поток, в котором набирал Женя в среднем, был около 2,5-3 метров в секунду. И я лечу по Макреди 2,5-3 пока. Впереди я прогнозирую тоже такие же потоки 2,5-3. И о теории Макреди у меня снят отдельный ролик. Не будем впутывать еще это сюда. Иначе вы совсем запутаетесь. Но пока просто скажу, что планер на маршруте выбирает оптимальную скорость, исходя из ожидаемого будущего потока. Примерно представляя, какой же поток пилота будет ждать, пилот выбирает скорость полета. Это тоже очень интересный рассказ о теории Макреди. Вот смотри, справа у нас скала. Вот там максимум энергии обычно концентрируется. Но поднимать можно тут достаточно везде. Опасный лэп достаточно, видишь? Как вы видите, друзья, 3 метра в секунду. Скорость выбрал оптимальную для перехода. Хотя, конечно, существовал риск, что я буду лететь настолько быстро, что я прилечу ниже скалы. Здесь бы пришлось долго ходить восьмерками и было бы сложно выпаривать. Поэтому помимо скорости оптимальной перехода по Макреди, нужно еще понимать, на какой высоте ты хочешь прийти. Если хочешь на максимальной высоте прийти, нужно идти на скорости максимального качества. Но нисходники все равно в этом случае прошивать на высокой скорости, а восходящих в потоках притормаживать. Тогда будет возможность прийти на максимально возможной высоте к точке следующего набора. Но на соревнованиях и на маршрутах выиграет именно тот, который не только будет максимально высоко происходить, но еще максимально быстро. Все это, друзья, очень сложно и безумно интересно. Пишите, хотите ли вы послушать такие ролики по теории быстрых полетов на планере, вообще по теории полетов. Не только видовые, а еще такие, ну скажем так, частично, как сегодняшние, частично развлекательно-поучительные. Мне будет интересно ваше мнение. Смотрите, друзья, в каком красивом месте мы набираем высоту и в какой красивой обстановке. Это озеро Серпансон, плотина вырабатывает энергию, от плотины тянутся куча линий электропередач, это вообще царство лэп, можно так сказать. Есть замечательный парапланерный старт, вот Крылова показывает, и вот здесь сколько, по три штуки этих лэп там. Ой, какое страшное место. Как вы видите, тут космы дождя, и вы понимаете, что дождь, это капельки воды, которые со страшной силой летят вниз. Если человек падает со скоростью 250 км в час, капелька меньше в размере, она летит медленнее. Но в этом движении вниз капелька, которая хоть и летит медленно, но достаточно быстро, она создает движение воздуха вниз. И я вам гарантирую на много-много процентов, что вот там, где вы видите эти белесые космы, притаились нисходящие потоки. Какой силы они могут быть, я в Африке встретил 11 метров в секунду. Мой учитель Класс Ольман всегда говорит, Игор, ни в коем случае не входи в сплошные осадки. Три метра в секунду, да, перед ливневым облаком неплохо всегда набрать. Но если, например, между аэродромом и вами дождевая вот эта завеса, что, повторю, часто встречается в Африке, мы возвращаемся с пустыни Калакари, и чпок, вот такая вот завеса, видно, что от горизонта до горизонта дождь. И вот здесь, например, над озером видите дырочка, вот через которую, по идее, можно было проскочить. Если вы дырочку видите, то да, наверное, имеет смысл проскакивать. А если дырочки нет, то лучше запасной аэродром, друзья, потому что даже очень большой запас по высоте может растаять мгновенно. В моем случае для эксперимента я выбрал облако рядом с аэродромом. До аэродрома было километров, наверное, 10, и у меня был запас высоты 2 километра над аэродромом. То есть я прилетал туда еще заведомо высоко. И вот я словил эти минус 11, а я только зашел и вышел. И я уже с трудом дотянул до аэродрома. Так что очень нужно быть аккуратными с такими экспериментами. Насколько все мрачно бывает, я вам сейчас быстренько покажу. Вот смотрите, я разгоняю планер, чтобы быстрее дойти до зоны осадков. Жень, поставь на минус 5 закрылок. Пока у нас все хорошо, всего лишь 2 метра в секунду, 3 метра в секунду, это не страшно. На озере есть посадочная площадка, я на нее как-то приземлялся один раз. Так что если мы потеряем высоту до бесконечности, и у нас не запустится мотор, то я знаю, куда приземляться здесь на озере. Ну вот смотрите, мы еще не дошли до дождя, а уже стрелка вариометра приближается к минус 5. Соответственно, чем быстрее я лечу, тем быстрее я прошиваю эти минуса. Но однако куда я лечу? Я лечу в дождь, там где все это снижается еще сильнее. Капли дождя несутся по стеклу. Скорость снижения не очень большая, 4,5-5 метров в секунду, но уже больше 5. Вот это самое время, когда нужно... Такой боевой разворот. О, сейчас хорошо видно капельки на крыльях. И валим назад. Вот. И видите, как я уже низко? Я уже даже ниже вот этих вот антенн, которые там были. Во, как я низко. А был выше, друзья. И вот смотрите, вот она ситуация боевая. Я держу скорость под 200, потому что на этой скорости я достаточно хорошо прошиваю минуса. Если я сейчас буду лететь медленно, то я даже не залечу, вот эти лэпки не перелечу всякие. Ну, как имитация. Сейчас вообще все по-боевому, скажу вам честно. Сейчас надо прилететь куда-то под облака и встать в поток. То есть все будет достаточно сложно. Но вот именно для чего нужна на планере высокая скорость, чтобы иногда просто прошить вот эту плохую погоду и нестыдники, которые в данном случае я нашел на свою, так сказать, задницу. Вот приключений. И насколько это долго бывает, да вот же, видите, вот. 4, 5, 4, 5, 4, 5. На осреднителе мы видим 3,6 метров в секунду. Это за 17 секунд. Вот оно, реально боевое снижение. И это вполне естественно, потому что если где-то есть восходящий поток, то где-то есть нисходящий эффект зебры. Вот, друзья, эта линия электропередач страшная. Посмотрите, сколько всего на гору тянется. 3 блока. И представляете, какой-нибудь парапланилист как полетит и забудет про эти лэп. Это ж ужас, ужас, ужас. Град пошел. Вот тебе, пожалуйста. Оп. Африканский заход. Почему африканский? Я всю энергию, которая у меня была, 180 км в час, выплеснул сейчас. Вот, смотрите, было плюс 5, а минус 5, а стало плюс 5. И я встановлюсь в набор, здесь наберу высоту. Чтобы лететь по маршруту дальше и снимать вам продолжение этой поучительной истории. Посмотрите, как удобно наличие бортового компьютера. То есть я пришел в набор рядом с местом предыдущего набора. За счет ветра это все немножко сместилось, но в целом можно ориентироваться было полностью. Единственное, что, конечно, осадки уже приблизились и я набираю по факту в дожде. И опять же, это ответ на вопрос, а можно ли набирать в дожде? Можно. Это град. Друзья, сейчас все плохо. Несмотря на то, что метр в секунду, видите, нас фигачит такими уже градинками, можно сказать. Вот, даже видно, как попадают на крыло, попадают льдинки. Вот, вот этот стук был, это был град. Град я не хочу, потому что мне жалко фонарь. Красиво бегут в капельке дождя. Я ухожу в долину, там висит облако. Одно, второе, третье, там уже будем выпаривать. Все, выхожу из-под зоны осадков. Хватит мне приключений. Теперь смотрим поляны, на которые мы можем приземлиться. Грубо говоря, если у нас запустится мотор, если мы не найдем поток, то надо всегда думать о том, куда мы приземлились. Вот, давай, начинай рассуждать по этому поводу. Что тебе нравится? Понятно, что тебе, что мне нравится, не приземляться. Ну, вот так вот надо, по крайней мере, подстраховаться, подумать. Они все, к сожалению, видишь, с уклоном достаточно большие. Да. Уже пахота, по крайней мере, позволяет достаточно быстро остановиться. А поле с уклоном небольшим, но ровным, это не плюс ли, если садиться в гору? Да, но уклон этот очень сложно рассчитать. То есть, тебе кажется, что оно почти ровное, а оно на самом деле такое будет, что... В вертикали ты вообще не определишь, есть уклон или нет уклона. Чуденькая долинка, друзья. Мы уже тут начали рассуждать, какую же поляну мы выберем как аварийную для приземления. Ну, если у нас мотор не запустится. Но, как видите, врубились в хороший восходящий поток. И никаких проблем. Было много метров в секунду в минус. Сейчас почти 4 метра в секунду в плюс. Почему я так спокоен, друзья? Да потому что эту местность знаю. Потому что я эти все грозы знаю. Я здесь много летал в похожую погоду. Поэтому как-то чувствую себя достаточно спокойно. Ну, в конце концов, я знаю, что найду поляну, приземлюсь, если что. Если мотор не запустится. Ланеризм – это спокойствие, только спокойствие. Без паники, друзья. Это самое главное, что должно быть. Спокойствие и только спокойствие. И тогда можно и шалить, и что угодно делать. Хорошо видно снег, который пошел. Майский снег. Над точкой этой мы набрали высоту. Видите, пока мы набирали, обстакановка поменялась. И у нас, нас окружило дождем со всех сторон. У нас открыта на Сестерон зона выхода. Как раз на аэродром Сестеронский. Чем мы, собственно, и воспользуемся? Можно было, конечно, пойти и видеть, какая красивая гряда в сторону паркура. Но она тоже ведет в такой тупик. По опыту я знаю, что там все быстренько затянет. И там пойдет тоже дождь. Не хочу я туда. Опять внизу лэп. Такая хитрая, подлая. Мы выбрались, друзья, из-под зоны осадков. И потихонечку набираем высоту. Есть такая хитрая каменная особь. Медленно, конечно, но зато главное, чтобы устойчиво. И, как вы видите, вокруг везде много, действительно много осадков. Мало того, на аэродром нам дорогу преграждает блок дождя. То есть, если бы мы хотели на аэродром пойти, вот крыло показывает, где он. Это днем, в принципе, недалеко, километров 30-35. То мы бы шли через зону осадков. И это нехорошо. Поэтому мы пойдем вот так прямо туда дальше на Сестерон. Перепрыгнем на ту сторону. И западнее аэродрома точно, по прогнозу, должна остаться зона хорошей погоды. Таким образом мы и попадем домой. То есть, планеристы летают не всегда по прямой. Часто они ходят конем. Особенно конем любит ходить мой высокоуважаемый Капайлэт Владос, который какую-нибудь печерку завернет на Кипру. И иногда это нам помогало выигрывать. Выиграть день на чемпионате мира это уже очень... Ну, не выиграть, опять же, второе место, но все равно хорошо. Мы чудесно набрали высоту и двигаемся уже мимо городочка Сестерон. Хочу вам его показать. Городочек с крепостью, как вы видите. Чем он интересен? Он замыкает долину Сестеронскую. И есть буквально один проход, потому что вокруг везде горы. В эту сторону горы. И в ту сторону горы. Самое узкое место. За проход по дороге бралась какая-то денежка, на что успешно существовал город. И потом Ришелье приказал эту крепость, замок, расфигачить. Ее уничтожили, потом отстроили, потом во Вторую мировую опять же повредили. И сейчас она до какого-то уровня отстроена. Можно сюда сходить на экскурсию, забраться на крепость. Очень красивая, очень уютная городочек, рекомендую. Мы же продолжаем движение на запад, чтобы обойти. Погреб сейчас по центру долины пройти. Но мы хотим подольше полетать сегодня, поэтому слетаем на запад, в сторону долины Рикероны. И уже оттуда вернемся домой. Друзья, на пути к дому хребет. Как его правильно проходить? Вот как раз здесь нужно иметь максимальный запас по скорости, чтобы А в случае опасности отвернуть, в случае Б все-таки его перелететь за счет скорости. Я сейчас поискосок его прохожу. Потому что готовился, если что, отвернуть. Прошли его на минимально возможной высоте. Это гора Шабр. Идет, видите, дождь. Мы обошли этот дождь западнее. Мы сейчас тянем к аэродрому. Высоты у нас, в общем-то, не так уж и много. Но я надеюсь, что перед осадками мы сейчас встретим восходящий поток. Вот, собственно, ныть нас начинает придерживать. Поэтому аккуратненько надо добрать и долететь таки до дому без мотора. Не проиграть в небесные шахматы. Мы на аэродроме. И удивительно, насколько раздул северный ветер. Утром ветра не было. Сейчас у нас 42 км в час. При таком северном ветре мы будем садиться, естественно, против ветра. Иначе можем не поместиться в аэродром по ветру. Хотя при 25 км в час мы спокойно по ветру подземляемся. Будем мы заходить от этого склона. Хотел я вам рассказать историю про Клауса и Инспектора. И эта история была при совершенно другом ветре, юго-восточном. Вот сейчас северо-западный ветер дует, а дул совершенно противоположный юго-восточный. Сейчас я вам покажу крылом, как он дул. Вот, и так не получается крылом показать. Вот так вот он дул. Представьте, что колдун наоборот развернут. При юго-восточном ветре вот этот холм создает мощнейший нисходящий поток примерно в этом месте. И планер, который заходит на посадку при юго-восточном ветре, вот на вот этой прямой от четвертого у карьера до торца полосы получает мощнейший нисходящий поток от холма. Клаус это прекрасно знает и пришел к четвертому немножко выше. Не на положенных там 110-120 метрах, а метрах на 150. Ну, потому что он не хотел заходить по диагонали. Так-то мы обычно в такую погоду при юго-восточном ветре идем не напрямую на аэродром, а наискосок. Вот так вот, как крыло чертит линию, наискосок, на торец полосы, чуть доворачиваем и замечательно приземлились. Но инспектор был злой. Клаус решил на всякий случай перестраховаться и прийти просто чуть повыше. И инспектор сказал, что слишком высоко, и, чтобы наказать, Клауса выпустил тормоза. Показать ему, что ты вот, хоть у тебя там 20 тысяч часов налета, но на самом деле ты вот двоечник настоящий. А дальше произошла неожиданная штука. Вот здесь были нисходящие потоки мощные, они оказались низко. И на вопрос Клауса, что делать дальше, он сказал, ты пилот, ты лиси. Клаус брал закрылок, нырнул ближе к лесу, проскочил над деревьями и нормально, прекрасно приземлил планер. То есть Клаус опустился до высоты деревьев, чтобы избежать вот этих мощных нисходящих потоков. И заодно на скорости пробил ветер. Долетел быстро до аэродрома. То есть он сделал все абсолютно правильно. Но как вы думаете, что сказал инспектор? Инспектор сказал, нет, не знал. А причиной того было то, что Клаус убрал закрылок, который был уже на четвертом развороте выпущен. В чем здесь нюанс? Скорость 120. Кстати, друзья, я сейчас ставлю закрылок на положение посадочное. И в данном случае Жене очень тяжело, потому что приходится толкать ручку от себя. Сейчас он, допустим, тримирует. А тримирую его на лендинг. Ага, видите, он переместил триммер достаточно сильно вперед. И теперь планер оттримирован. Он спокойно летит на 100 км в час с выпущенным закрылком. А теперь давайте проимитируем ситуацию. Женя, отпусти ручку, чтобы планер сам лет летел. Имитируем ситуацию. Я резко перемещаю закрылок. Сейчас можно. Оп! Смотрите-ка, насколько сильно планер опустил нос. То есть резко рванулся к земле. Это может быть неожиданностью для человека, когда он переставляет закрылок резко и при этом не осознает, что он в этот момент разгонится. Именно поэтому есть очень простое правило. Если закрылок переставлен на положение посадочное, то при заходе посадку он больше никуда не ходит. Все. Вот это правило заставлял соблюдать инспектор. Но если вы на таком закрылке попытаетесь разогнать планер, то, во-первых, вот смотрите, есть L. Вы не можете превышать скорость 150 км в час на закрылке полностью выпущенных, потому что вы банально его оторвете, потому что закрылок, я вам на посадке покажу, насколько он отклонен вниз. Он отклонен достаточно далеко. На этом планере градусов на 30, по-моему, отклоняется закрылок, а на шлякере у меня вообще на 55. То есть он там смотрит, будь здоров, вниз. И задача его уменьшить посадочную скорость и создать сопротивление на заходе, которое, в общем-то, нужно. Потому что, например, на шлякере с полностью выпущенными интерцепторами и полностью выпущенным закрылком я по очень крутой траектории могу заходить на посадку. Однако, если выполнять совершенно логичное правило не трогать закрылок после четвертого разворота, то нельзя сделать маневр, который сделал Клаус. То есть если вы разгонитесь до скорости 140 км в час на выпущенном закрылке, то закрылок будет делать именно то, что он должен делать. Увеличивать сопротивление планера, ухудшать его аэродинамическое качество на посадке, одновременно уменьшая минимально возможную скорость полета. Тебе нужно одновременно опустить нос и только после опускания носа переставлять закрылок. Опускай нос. И пошел закрылок одновременно, плавно вот так, да. Все, разогнался до, например, 150. Поставил его на минус 10. Вот. Ага. Все, и вот мы теперь на высокой скорости идем. Хорошо оттримированный и сбалансированный планер позволяет практически не работать триммером. То есть нужно разогнаться, переставляем закрылок, но обозначив, естественно, все-таки ручкой для безопасности тенденцию. То есть мы опускаем нос, переставляем закрылок на минус. Соответственно, если нужно нам затормозиться, мы ручку взяли на себя и одновременно пошел закрылочек. То есть очень удобно. Итак, заходить мы в посадку будем от склона. Какие могут быть способы определить ветер внизу? Потому что у нас сейчас приборы показывают ветер на высоте 300 метров, а внизу же он может быть другим. Ну, во-первых, посмотрите, сейчас хорошо видно, как по полю несутся волны ветра, как траву колышет. Да они причем, видите, в разных местах. Ветер еще и порывистый. А вот, смотрите, вихрь. Вот это вот страх прям. Хорошо, что я снял. Сейчас очень наглядно все видно. Раз такие барашки фигачат, то ветер сильный. Но вы скажете, конечно, Волков, у тебя же есть вообще колдун на аэродроме. Ну, колдун есть. А вдруг колдун запутался, что было? А вдруг он порвался? А вдруг его какая-нибудь личность неадекватная украла? Всяко бывает. А вот, допустим, барашки по пшенице и по полю, это очень надежно. В верхушке деревьев можно посмотреть, насколько сгибает. То есть, Клаус советует использовать все способы. И, например, даже если вы решились на заход с попутным ветром, что он часто, допустим, делает, то вы идете, смотрите скорость по GPS-у, смотрите скорость, смотрите на елки деревьев. И если вдруг вас что-то не устроило, то можете всегда поменять еще заход и зайти против ветра от склона. Вот, смотрите, сейчас у меня 200 км в час. Казалось бы, высота уже маленькая. Симитирую у нас обычный заход. Я сейчас на третьем развороте. Карьер это четвертый. Сейчас пройду над карьером и выйду на ту линию, на которой Клаус убрал закрылок. Вот, он летел от карьера. И дальше он летит, летит, понимает здесь, что вот он, холм. Видите? Что за холмом полный кирдык. Он не долетает, чуть не под эти деревья до аэродрома. Завеска убирает закрылок, раскакивает, и все получается хорошо в него. Я же сейчас уменьшаю скорость и буду выкидывать шасси, заходить на посадку. Шасси есть. Закрылок на 10. Почти никто, друзья, сегодня не летает. Я вам показываю северный заход. Тут ничего страшного, скорость побольше. Сейчас 140 км в час у меня. Вот, чтобы пройти градиент максимально безопасно. Сейчас я прижимаю планер к земле, делаю энергичное выравнивание, чтобы дальше лететь параллельно планете и постепенно терять скорость. И вот здесь сейчас буду касаться. Видите? Скорость относительно земли на Казани небольшая. И садился я по диагонали для того, чтобы против ветра быть. То есть сейчас я вот практически сел против ветра. А вот если бы я садился с таким курсом, это было бы чуть с боковым. Доставило меня быть чуть больше сложностей. Плюс я люблю садиться на травку. Знаете почему? Потому что недавно я сел без шасси. Вчера. И если бы я сел на асфальт, то так легко бы не отделался. Итак, друзья, будьте гибкими. Умейте делать разные заходы. Не знаю, относиться критически к каким-то вещам, к догмам. И просто учитесь. Учитесь и задавайте всегда самый важный вопрос. Почему так? И если почему так вы можете ответить, то веер ваших действий и возможностей будет стремительно расти. И вы сможете достойно выйти из любой ситуации. И всегда долететь до аэродрома, даже когда это окажется, что невозможно. До новых встреч, глубоко уважаемый любитель летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин